Христос воскрес! Братья и сестры, присаживайтесь, пожалуйста. Я напомню еще раз эту пасхальную историю, о которой повествуют все евангелисты. Один из них – это евангелист Матфей. В 28 главе своего Евангелия он пишет, Матфея, 28 глава, с 1 стиха. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег, устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь, он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите, скорее скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилея, там его увидите. Вот, я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. «Когда же шли они возвестить ученикам его? И Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. И тогда, говорит ему Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы они шли в Галилею, и там они увидят меня». Брат Славик уже передо мной говорил, что Пасха была первым праздником, который был установлен вообще в Ветхом Завете. Он был установлен для израильского народа, и он символизировал освобождение их от египетского рабства. Все остальные праздники уже были установлены потом, и все начиналось и кончалось именно с Пасхи. И до сих пор этот праздник повсеместно отмечается в еврейских семьях, особенно в традиционных семьях. Но та Пасха, которая была в Ветхом Завете, она была лишь прообразом того, что должно последовать больше. То величайшее событие, которое должно быть позже. И вообще, это Божий почерк. Очень часто, когда Господь что-то делает, Он вначале дает прообраз, который позже раскрывается в величайший образ. Он вначале дает некое семечко, которое раскрывается потом в великолепное дерево. Он вначале дает такой небольшой, так сказать, бутончик, и потом этот бутон распускается и представляет собой великолепный цветок. Господь уготовал для нас нечто лучшее. И вначале нам так не кажется. Поначалу, когда мы смотрим, все выглядит совершенно не так. Евреи ведь были в рабстве на протяжении нескольких сотен лет. И за это время множество молитв должно быть отправилось к престолу Божьему. Господи, неужели Ты забыл о нас? Неужели Ты не видишь, как мы страдаем и стинаем в этом рабстве? Столетиями они ожидали Божьего избавления. И, возможно, были также многие из них, которые вовсе потеряли надежду. Но Бог никогда не ошибается, и Бог также не опаздывает. И в нужное время Он посылает Моисея, своего слугу, который не хочет идти, который отнекивается, который находит разные причины, чтобы не пойти. Но Господь все равно говорит, я тебя избрал, ты пойдешь, и ты исполнишь мою миссию по освобождению и избавлению моего народа. И вот эти годы рабства вдруг превращаются в один момент, когда величайшая империя древности, огромнейшее государство с невиданной на то время силой, вдруг оказывается поверженным. И фарон никак этого не поймет, и все свое войско снаряжает. Нет, мы их догоним, мы все-таки им покажем. Ну и потом, вы знаете, финал, это все войско оказывается на дне морском, и там оно кормит рыб. Ну и вот у Господа есть такой почерк, друзья мои, что то, что Он дает, оно всегда предшествует чему-то еще более лучшему. Я даже скажу больше, воскресение Иисуса Христа – это тоже своеобразное предвкушение. Это еще не все. Это не последняя серия великолепной божественной драмы веков, которая разыгралась, и где только Господь поставит последнее слово. Он поставит точку, а вернее поставит большой восклицательный знак. Потому что Христос лишь первенец из умерших. Оказывается, Он – лишь начало той цепочки, которая должна продлиться позже, и которая завершится всеми нами искупленными. Потому что все те, кто соединен с Иисусом Христом, также воскреснут. Господь как будто бы через воскресение говорит нам, вот если ты будешь веровать, только веруй, и ты увидишь больше всего. В послании к евреям во второй главе в 14 и 15 стихах мы читаем. Евреям 2 глава с 14 стиха. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Господь Иисус, также воспринял Оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Опять перед нами великий фараон, который грозится поработить всех. Это был дьявол, сатана, и до сих пор многие люди стоят в страхе, в страхе перед ним и в страхе перед смертью, и они не знают, что будет завтра, да и что будет сегодня, что вообще будет с их жизнью. И вот этот величайший грозный фараон, который держал в страхе весь род человеческий, был повержен раз и навсегда смертью и воскресением Иисуса Христа. И опять мы видим подобную картину. Как и израильтяне ожидали на протяжении веков, так и многие, кто смотрел вперед и ожидал, когда придет избавление, и из израильского народа были такие люди, и из других народов, которые внутренне предвкушали, что что-то должно произойти, что кто-то должен прийти, что в этом мире не все благополучно, что есть избавитель, искупитель, один из пророков называет его желанием веков. И вот это желание веков, то есть томление, которое было в человечестве, которое выражалось в разных потугах на протяжении веков, наконец выражается в том, что приходит Христос. Вот это время ожидания, оно тоже было наполнено сомнениями, наполнено томлениями, вопросами, надеждой, и в конце концов величайшая, огромнейшая, сияющая, ослепительная победа, когда Христос пришел, вначале умер, но потом и воскрес. И кому же, посмотрите, была уготована эта прекраснейшая весть Пасхи? Кто первым ее услышал и кто понес эту весть? Мы только что с вами прочитали в 28 главе Евангелия от Матфея. Наш текст говорит, что это были две женщины по имени Мария, у них даже имена были одинаковые, и у них была одна цель. Они пришли по зову сердца, потому что, да, они знали, что он умер, да, в общем-то, как и остальные, они вроде бы не имели надежды, но что-то в их сердце говорило, хотя бы его телу надо оказать последнюю почесть. Они пришли для того, чтобы почтить погребенного уже Иисуса, для того, чтобы завершить вот эту вот погребальную процессию из-за субботы. Они не могли полностью использовать все те благовония, которые были у них. Они, вот эти женщины, верно следовали за ним в жизни и посмотрите, они следуют за ним даже в смерти. Здесь истина для нас, потому что Бог обещает свои победы не всем. Бог обещает увидеть свое торжество, особенно первый луч этой победы, насладиться первым радостью, плодами этой победы. Нет, не всем людям и даже не всем верующим, но только верным, только тем, которые верно следуют за ним. И вот первым увидеть эту победу в воскресенье было уготовано и этим женщинам. Это была величайшая честь для них. Они удостоились быть там, в том месте, тогда, когда ангелы их встретили и сказали, да, здесь воины уже были, но они не поняли, что произошло, а вам я расскажу. И вы знаете, все ведь указывало на то, что женщины-то эти все понимали, так же, как и ученики, которые не пришли в это время ко гробу. Они понимали, что надежды нет, они понимали, что все разрушено. Они сами, эти женщины, были при кресте. Многие ученики не оставались, а женщины оставались. Они, можно сказать, тоже констатировали вот эту смерть Иисуса Христа. Они видели, что Он реально умер. И если их привело сейчас, как гробница, даже не вера в воскресенье, то что тогда, как не долг, некое чувство долга, а также почитание двигали ими, так, как будто бы на рациональном уровне веры уже не было, но что-то в сердце как будто бы говорило, я должна там быть, я не могу упустить этого момента. Друзья мои, если мы любим Господа, то нашу веру не разрушит видимый крах всего, во что мы верили и надеялись, потому что вера преодолевает всякие препятствия, даже несмотря на рациональное объяснение того, что нет уже никакой надежды. И вот кажется, что у нас были богоугодные самые лучшие ожидания. Кажется, что мы делали все правильно. Кажется, что все строилось как нельзя лучше, и вдруг все это рушится. Они разрушены, эти ожидания? Или, может быть, среди нас есть те, кто старались в служении, отдавались всем сердцем, и, тем не менее, получили плод, на который не ожидали. Может быть, это был кризис, который затронул и вас, и это был кризис личный, духовный, кризис в церкви, кризис во взаимоотношениях. Может быть, среди нас есть те, которые дарили любовь. И вдруг вы наткнулись на непрощение, вы наткнулись на несправедливое отношение, вы наткнулись на стену, на препятствия, через которые теперь так трудно пройти. Может быть, среди нас есть те, кто молятся или молились об исцелении, но этого не произошло или не происходит. Может быть, мы уже долгие годы молимся о наших родных и близких, чтобы они покаялись, чтобы пришли к Господу, но и этого не происходит. И кажется, Господи, нам хочется, чтобы это было здесь и сейчас, и поскорее, и время уходит, и когда же это, наконец, произойдет? А может быть, среди нас есть те, и знаю, что есть, на которых события, которые происходят в мире, и даже с нашими родными и близкими там, за океаном, происходящие в мире события веют ужасом, злом, несправедливостью. Вот порой мы не имеем этого нужного долготерпения, и мы не соглашаемся с мерками вечности. Мы желаем, чтобы Господь действовал по нашим часам, по нашему циферблату. Мы напоминаем людей сегодняшнего дня, людей, которые выхватывают первую попавшуюся мысль из прочитанного отрывка из Библии, не желая поместить время и уделить время для того, чтобы подумать, что Господь здесь говорит. Мы, люди современности, желающие получить все здесь, сейчас и сразу же, нажав кнопочку в автомате искусственного питания или быстро растворимого кофе. Мы люди очень поверхностные стали. Есть такое правило, в духовной жизни оно действует тоже. Его можно выразить такими словами, кто срывает цветы, тот не увидит плодов. Кто срывает цветы, тот не увидит плодов. Плоды бывают только тогда, когда цветы остаются, когда есть достаточное время для того, чтобы эти плоды могли вызреть. Один поэт выразил эту духовную истину в таком четверостишье, чтоб ближним помочь, вновь вступаешь в сражение, и в бой без оглядки идти ты готов, и споришь, кричишь, не имея терпения, срывая цветы, не увидишь плодов. Любая победа на любом поле, неважно на каком, и физическом тоже, а тем более духовном, дается нелегко и не дается даром. Любая борьба оказывается очень энергоемкой, она затрачивает наши усилия. И тогда, когда мы находимся в духовной борьбе, и тогда, когда мы проходим через различные испытания, все это изнуряет нас в том числе. Но в конце концов, все равно Господь говорит, победа будет за Ним, и мы не должны терять веру. Безусловная любовь и преданность тех женщин, о которых мы только что прочитали, превзошли даже учеников. Ученики остались позади. Они руководствовались некими рациональными доводами. Они закрыли дверь, они заперлись, они боялись, что иудеи к ним придут и арестуют их. Женщины не боялись, они отправились как гробу. Нет, они не верили, возможно, полностью в воскресенье. Но знаете, как женщины, скорее чувствами, чем рационализмом, чем разумом руководствуются, как будто бы что-то в сердце подсказывало им, что это еще не последняя глава этой всей истории. И вот это, друзья мои, и есть та самая вера, на которую Господь обращает внимание. Это вера сверхожидания. Это вера тогда, когда все видимое противоречит этой вере, потому что мы ведь должны ходить верою, а не видением. Помните, об одном праведнике сказано, что он сверх надежды надеялся. Надежда уже была потеряна, потеряна, тело уже было омертвелым. Никакие человеческие доводы не могли уже помочь. Вот здесь как раз и есть пример для нас. Пример для нас тогда, когда мы изнываем, тогда, когда положение кажется безысходным. Бог, кстати, часто, очень часто в Писании посылал избавление, посылал утешение именно тогда, когда, казалось, было уже слишком поздно и никакой надежды не было. Вы вспомните ту же самую историю о Лазаре. Там тоже история о воскресении. Правда, совсем не то воскресение, потому что Лазарь, скорее всего, прожил еще некоторое время и умер, а наш Господь воскрес уже в новом воскресшем теле. Так вот, говоря о Лазаре, помните, сколько дней Господь, как некоторые думали, медлил? Он не сразу пошел для того, чтобы воскресить его. Лазарь спит, заснул, говорит он. А евреи думали по-другому, потому что, когда Христос пришел, прошло уже три дня, Он пришел на четвертый день, это по еврейским представлениям, у них было фольклорное представление, там вот народное, не библейское такое представление о том, что они так верили, что душа находится еще возле тела, и если оно живет в течение трех дней, то она может в него вернуться, а вот четвертый день – это уже неотвратимые, необратимые процессы. Ничего не сделаешь уже после четвертого дня, и Христос приходит в четвертый день, и недаром Ему говорят, Господи, может, не будем, как бы, вот этот камень отваливать, потому что уже чувствуется очень сильный, отвратительный запах. Друзья мои, Господь приходит именно тогда, когда кажется все очень сильно безнадежным. И вот здесь вот Господь является не учеником, Он является именно этим женщинам. Давайте будем теми верными, верными учениками Господа, которые, как эти женщины, будут сверх надежды надеяться, будут сверх терпения терпеть, то есть те, которые будут проявлять долго терпение, будут проявлять заботу и беспокойство даже тогда, когда ситуация к этому не располагает, несмотря ни на что. Хоть все противоречит, а мы будем все равно надеяться верить, любить, прощать и идти вперед. И более того, если это будет наполнять нас, то мы становимся вестниками того, что нас наполняет. Мы уже с вами прочитали, опять возвращаемся сюда, в 28 главу Евангелия от Матфея, 7 и 8 стихи. Мы читаем. Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 7. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам. Это были слова ангела. И посмотрите, как они откликаются на эти слова. В следующем, в 8 стихе написано, «И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью в Великую побежали возвестить ученикам его. Им было сказано, идите поскорей, и они откликнулись, побежали со страхом, но тем не менее с радостью». И вот здесь эти женщины, жены мироносицы становятся первыми евангелистами, первыми проповедниками, первыми провозвестниками воскресения. Я не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над таким вопросом. А мне он приходил. Вопрос звучит так. Почему Христос не являлся и не являлся никогда своим палачам, своим преследователям, первосвященникам, да и вообще всему тому народу, который кричал на площади «Распни его! Распни его!» Ведь какой был бы железный аргумент! Как прекрасно было бы, если бы Христос, вот, казалось бы, им явился, и сразу же все аргументы против его воскресения отпали бы. И они бы, казалось бы, преклонились перед ним и сказали, да, Господи, мы теперь верим, что это действительно Ты. Вот это было бы уже неопровержимое доказательство. Но Христос так не поступил. Почему? Мы находим на страницах Писания, что после своего воскресения он являлся в первую очередь только верным. В первую очередь только тем, кто сам к нему стремился всем сердцем. Дело в том, что Господь через это, видимо, хочет нам показать, что тот, кто стремится к нему, тот и получит воскресшего Иисуса Христа. Кто хочет иметь эту встречу, кто жаждет ее иметь, кто имеет некую сердечную предпосылку, потому что Христос от других сказал, вы знаете, о, для них даже если и мертвые воскреснут, все равно не поверят. Все равно скажут, что фейк, им покажи воскресшего Христа, они не поверят. Помните, как было написано еще в истории о богаче и Лазаре. Богач просил, ну, пусть Лазарь воскреснет, и тогда братья точно уверуют. Они точно тогда обратятся. О, говорит Авраам, даже если и мертвые воскреснут. Казалось бы, железный аргумент, мертвые должны были воскреснуть. Но он знал, знал очень хорошо человеческую натуру. Не поверят. Есть некие предпосылки, некие предубеждения, которые человек ставит в своем собственном сердце, и потом ему же самому трудно преодолеть эти преграды. Да, сатана, конечно, ослепляет, он посылает это ослепление на человека, но не стоит только его винить, потому что человек в большинстве случаев верит именно тому, что соответствует этим предпосылкам. То есть, во что ему хочется, так сказать, верить. И вот Господь тогда, когда делает к нам эти обоюдные шаги, а Он их делает действительно, вот если у нас будет это сердце, открытое к этим шагам, мы тоже становимся, как эти женщины, возвещателями благой вести, вестниками воскресения. Обоюдные шаги Господь сделал тогда, когда уже пришел на эту землю. Он сделал шаги первым. Он первым пришел и с ней зашел до нашего уровня. Он стал одним из нас. Он пошел на Голгофу. Он воскрес из мертвых. Он протягивает нам руку прощения. Он дает нам Слово Божье и говорит нам весть Евангелия. Это все Его шаги, которые Он уже сделал к нам. И все, что нам остается сделать, это сделать к Нему ответные шаги. И вот тогда наше сердце наполнится этой вестью. «Приблизьтесь к Богу», говорит Писание, «и тогда приблизиться к вам». И вот Христос, мы видим по этому отрывку, является здесь тем, кто были наиболее верны Ему, а именно эти женщины. И когда я говорю наиболее верны, вот что я имею в виду. Посмотрите даже по Евангелиям. Мы видим, что среди учеников были споры, причем не один раз, относительно того, кто же должен быть первым. Но мы не находим ни одного упоминания о том, что такой спор был среди женщин. Хотя где-то, ну, можно было бы ожидать, чтобы такие споры и среди них были тоже. Не правда ли? Друзья мои, мы не находим, чтобы кто-то из женщин предал Иисуса. И тем не менее, один из учеников, будучи мужчиной, это сделал. Ну, может быть, что-то не записано, я понимаю. Может быть, есть какие-то вещи, которые, ну, опущены евангелистами. Но, может быть, именно поэтому и не явился, да? То есть, Господь явился именно тем, а эти женщины, я напомню, почему и как они проявили свою верность, они последовали за Христом во всем, шаг за шагом. Они служили Ему, Его учеников. И спросите, сегодня у любой из тех жен наших, которые находятся здесь, из любых наших сестер, даже которые есть здесь в собрании, что такое накормить, ну, минимум 12 человек каждый день? Сколько для этого нужно продуктов? А еще, что нужно для того, чтобы накормить их не в домашних условиях, а в полевых условиях, в полевой кухне? И это всего лишь один из штришков. Я напомню, современных удобств не было, а их не только надо было накормить, их надо было еще и содержать. А были такие женщины, которые и это делали. Они свое имение даже, были богатые женщины, на это тратили, апстировать и все остальное. И все это не только для 12, а у них было много различных посетителей постоянно, для вот этой большой группы, и для Иисуса, и для всех остальных учеников, которые были вместе с Ним. Может быть, поэтому Господь избрал женщин для того, чтобы явиться им. Друзья мои, Господь готовит нечто лучшее. Пасха была прекрасным избавлением от рабства израильского народа. Воскресение стало исполнением того, на что указывала Пасха. Но Господь еще не закончил. Он готовит еще нечто лучшее. Воскресение Христа – это лишь промежуточный момент в Его грандиозном плане. Хотя скорбь приходит сегодня в наши сердца, и, возможно, сегодня экраны компьютеров, телевизоров и интернета заполнены для нас этими страшными фотографиями людей, разрушенных городов. Но что сегодня наполняет наше сердце – это уже наш выбор. Мы можем остановиться на этом и сказать «нет никакой надежды». Мы можем остановиться на этом и сказать «весь мир лежит во зле». И как жаль, что это зло сегодня так же, как катком переезжает меня и тех, кого я люблю, и о ком я знаю. Но наш выбор определит это нашу реальность или нет. Будем ли мы ходить верой или ходить видением? Посмотрим ли мы дальше? Призовет ли нас сердце к тому, чтобы, как эти женщины, несмотря на всю эту ужасную реальность и смерть, а она тоже была перед ними, они видели смерть перед собой, и смерть Иисуса Христа тоже. Но это их не остановило. Они все равно пришли. И они, хоть и не имели надежды, может быть, но сверхнадежды надеялись, пришли и увидели воскресшего. Мы будем свидетелями и вестниками именно того, что мы лелеем и вскармливаем и возгреваем в нашем сердце. Та весть, которая будет важной сегодня для нас, она будет произрастать из нас и нести благословение для других. Она будет определять наше настроение, наши слова, наш подбор даже слов, наше выражение лица, будет ли у нас улыбка на лице или нет. И если мы будем нести добро, надежду и любовь, то они-то и победят в конце концов. Хоть сегодня и кажется, что во всем мире эта тьма беспросветная окутала его. Я уже сказал, Господь не поставил точку, и последнее слово будет обязательно за ним. И поэтому будем предвкушать эту победу, победу Иисуса в нашей жизни, победу Иисуса в этом мире, установление Его царства, воскресение мертвых для того, чтобы водвориться с Ним, Его второе пришествие, словом Его полную победу везде, будем предвкушать сегодня. Во-первых, нашими встречами, частыми встречами с Богом. Нам придется с Ним быть в вечности, и как хорошо, что Он нас к этому приглашает, а поэтому будем чаще проводить с Ним время в молитве и в Писании. Будем чаще и активнее участвовать в нуждах других, потому что так мы показываем, что по-настоящему важно для нас. Нашими делами любви, милосердия будем показывать, чьи мы дети на самом деле и от кого мы черпаем по-настоящему эту информацию. И тогда, друзья мои, вот эти слова «веруй и увидишь еще больше» станут реальностью и в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...